Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, или, как говорится, в Турции, Мераба. Я вас сегодня приглашаю в новый интересный выпуск. Я сейчас пишу начало выпуска в начале съемок. То есть я даже не понимаю, что у нас будет, но я точно знаю, что мы поедем, первое, это в Анталию по делам. Нам нужно собрать полный пакет для ВНЖ. И также нам нужно поехать в Аланию, увидеться с друзьями. Ну и сами понимаете, что сегодня в выпуске два города, значит будет выпуск очень насыщенный. Обязательно смотрите, не переключайтесь, поддерживайте нас лайком, пишите комментарии. Погнали! Мы, кстати, до сих пор не купили местную сим-карту, ну вот прям физическую. Мы продолжаем пользоваться e-симками, потому что это самый отличный вариант, который может быть. Вот нам приезжали ребята, самбат, слушай, я им подключал e-симку турецкую. У насенки стоит глобал-версия на 84 страны, и это моя. Глобал-версия стоит подороже, поэтому сейчас я решил насенке тоже подключить, как себе и самбату, турецкую сим-карту. У нее там 3 гигабайта будет стоить буквально 5 долларов на месяц, что считаю очень дешево. И всегда нас будет тоже на связи, как и я. Кто путешествует, ребятки, я там симку оставил. Получите очень классную скидку по моей ссылке, подключайте себе тоже e-сим и всегда оставайтесь на связи, неважно в какой вы стране. Можете подключить глобал-версию. Если путешествует конкретно, вот, например, в Турцию, то покупайте вот такую. Просто, например, симка физическая здесь стоит сейчас от 700 лир. Это очень до хрена. Поэтому мы принципиально ничего не покупаем, учитывая, что всегда везде есть Wi-Fi. И экстренная сим-карта нужна только где-то экстренно. Поэтому, ну нафиг такие цены. Е-симку взяли, подключили и вперед. Мы тут с собой даже яблочки намываем. Ну так, в дорогу погрызь там немножко, да? Конечно. Ну так вот. А у Настенки опять аллергия. Прям такая конкретная. Чихает. Все из ушей льется. Из глаза вываливаются, из глаз. Вот как было у нас, короче, в Геленджике. Точнее не у нас, а у Настенки только. Вот сейчас так же повторяется. Видимо, что-то цветет. Здесь много что-то цветет. Ну и все, ладно, что-то предъяващик. Цветет и пахнет. Все, ладно, давайте, собирайтесь. Алло, алло, алло. Алло, алло. Пахнет. Мы собрались. Все, начинаем двигаться. В прошлом выпуске мы арендовали машину, а какую и как мы это делали, посмотрите в предыдущем видеоролике. Ну, в общем, вот наша красавица стоит, дыр-дыр-дыр. Пофиг, какая машина, главное, что тонированная в круг, это хорошо. Кстати, кто не знал, в Турции тонировка разрешена, понимаете? Еще вкратце вам покажу. Это Hyundai i20, Тарантасик наш, да, Темка? Все, загружаем сюда шмотки, документы. У нас заправлена тачка, на заправке мы уже не заезжаем. Сандалеты Мирошкины сюда вот так вот закрываем и поехали. Ехать там не знаю сколько, в принципе, наверное, недолго, учитывая, что мы теперь едем не из Алании, а едем отсюда. Из Кемера тут буквально 30 километров. Ну, сейчас построим маршрут и посмотрим, сколько ехать. Ехать нам до офиса 52 минуты, 48 километров. Я думал поменьше, но поехали. У нас такое прекрасное солнце, а голову поворачиваешь налево и там, посмотрите, какие тучи накрыли наш хребет. Вот это капец. Так, трафик-контроль. Надеюсь, нас не остановят. Российские номера вообще никогда не останавливают. А вот на турецких номерах остановить, конечно, могут. Вообще здесь видите, как происходит? Они закрывают полностью одну полосу. Вот. Останавливают. Вот так вот и проверяют. Прикольная концепция. Нам повезло. Едем дальше. Вот сейчас едем, смотрите, вот слева вот Сирасу. Про что я говорю, насколько вот Кемер классный город. И вот район, где мы живем, у нас кругом природа. Здесь, по сути, просто плотная-плотная застройка. Ну, так себе. Горы, конечно, есть, но, опять-таки, до них нужно ехать, куда-то добираться. Вот эта бесконечная трасса. Трафик, вот это очень сильно оживленный, загазованность. Вот. То ли дело Кемер. Вообще красота. Вот, например, здесь, конечно, дешевле, например, квартиры будут даже покупать. А вот Кемер, это Кемер. Пока мы едем до Анталии, я хочу вас познакомить с одной недвижимостью и показать, какие сейчас есть виллы на продаже у компании Viking Group. Там, на самом деле, комплекс вилл, они в основном уже все заселены, и осталось буквально две виллы. Кому этот вопрос интересен, и вы собираетесь покупать недвижимость в Турции, то обязательно посмотрите. Если вам интересно посмотреть просто, как устроены здесь виллы, как они построены, какие ремонты, как задаются, да и вообще посмотреть цену, то тоже посмотрите. Если вам не интересны виллы и недвижимость в Турции, то просто перелистайте видео буквально 10-15 минут вперед и продолжайте наслаждаться выпуском. А мы отправляемся на виллу. А мы отправляемся на виллы. Мы сейчас с Димой приехали на виллы. Когда-нибудь все купим виллу, 100%, и мы будем старыми продунами ждать детей в гости. Виллы, это, конечно, хорошо. Hello. Hello. Вот здесь сидят ребята, отдыхают. Здесь, кстати, тоже басик. Здесь, что ты говоришь, сколько осталось вилл? Здесь всего 4, по-моему, не продано. Даже 3. Вот, у вас есть замечательная возможность. У меня нет такой возможности. Вот у вас точно есть. Я в вас верю. Нараба. Смотрите, как прикольно. Спокойно. Но на самом деле, если мы купим эту виллу, вот мы с семьей, нас отсюда выгонят. 100%. Вот люди вот эти выгонят. Откуда? Вот отсюда. Самый продающий вид. Вот отсюда. Да? Да. Вот, смотрите. Вот. Вот пониже присаженность. Быстро. Да. Вот это видоны здесь. Здорово. Классные. Я говорю, мы представляем, что эта банда моих детей будет здесь. Смотри, какая здесь тишина. Даже слышно, как водичка выливается за края. И запустись сюда нас. Мужик явно так уже спокойнее полежит. Понимаешь? Здесь 80% европейцев. В основном, Норвеги, немцы, кто еще, шведы. То есть, по сути, ты окажешься в Европе. Здесь свой, наверное, европейский уже менталитет. Уголок, уголок Европы. Швейцария. Ну, чем, чем не Швейцария, смотрите. Вот так вот. Купил виллу, оказался в Швейцарии. Здесь, кстати, возможно, даже вода потеплее. Потому что целый день на солнце. Да, слушай, вообще нормально. Ну, это еще детский. Да. Ну, вон, видишь, соединяется. Ну, да. Да-да-да. Ну, купаться не хотели. Завет купаться, да? Да. Ну, пойдем, зайдем. Пойдем. Пойдем. В общем. А, это, короче, апельсины. А, это апельсины, да? Да. Здесь раньше... Ой, сколько пчел. Здесь был сад. И, когда дома строили, все деревья сохранили. И все вот эти вот деревья... Молодцы. Посмотрите, какие огромные. Это грейпфруктка вылетает. Просто огромные апельсины. То есть люди, ну, кто жильцы, да, здесь, они кушают. Они очень большие, сладкие. Вот, если хочешь, можно даже попробовать. Ну, если он нормальный. Потому что бывает, что уже переспевшие. Уже, ну, следующие зацветают. Кстати, вот, посмотри, здесь кое-где видно уже новые апельсинки. Ага. Слушай, а мы жили в кемпинге, в этом вот, в гайняке как раз. Мы там тоже. Ага. Там кемпинг, получается, в плантациях апельсиновой. Это не просто апельсины, это швейцарские. Ммм, сладкие прям. Да. А уже прям чувствуется, что перезревшие. Европейцы ухаживают за ними. Что, какой апельсин может быть вкуснее, когда ты ешь его с таким видом? Вот так вот. А, смотрите. Смотрите, загорает и подсматривает. Мы его апельсин съели только что. Сейчас мы доедим и пойдем смотреть. У нас рекламная пауза. Я говорю, зря подняли, что ли? Ммм. Вкусно. Что ты? Не туда? Тюдай. Хотел скинуть, отверни камеру. Ладно. Ну, такое бывает. Главное выиграть. Подождите, теперь... А, здесь можно руки помочь. Так, ну что, заходим. Это левая проданная? Нет, вот эти фоби свободные. Ну, то есть сейчас можно забереть акцию две по цене одной. Ну, может быть, не по цене одной, но с очень большой скидкой. Вот так вот. Вообще домик, каждая вилла, он на два хозяина. Каждая половинка два плюс один. То есть, пойдем, зайдем внутрь покажу. А это что? Это туалет. Да, вот. Короче, и сразу заходим. Вот если вам придут гости, дальше их не пускайте. Вот, все. Вот они будут здесь жить. Смотри, вода есть. Вот так вот. Можно руки помыть после апельсина. Супер. Гостевой туалет. Да, гостевой туалет. Здесь стиральная машина. Вот так вот. Да. Сразу у вас, понимаете? Сразу, все уже сразу есть. Большая кухня-гостиная со встроенной мебелью. Слушай, посудомойка, духовка. Все по-человечески. Газ, холодильник. Так, посмотрим, вдруг что-нибудь оставили поесть. Нет, ничего. Даже пивком не затарили. Ну вот, что такое? Блин, ну слушайте, классно. Вот, мечта любой женщины, 100% и славянной, это кухня вот с окном. Чтоб ты вот моешь посуду. Смотришь на апельсины. Да. И еще на горы. Еще вон на соседа, который подметает. Класс. Оу. Да, это тоже мечта, кстати, многих. Не у всех такая штука есть. А в Турции, как правило, есть посудомойки. Причем вообще, как правило, везде. Я вообще был, честно говоря, удивлен, когда мы приехали только в Турцию, что во многих квартирах есть посудомойки. В России, например, чтобы снять тебе квартиру с посудомойкой, надо очень постараться, например, поискать. У нас тут нет в культуре. Практически нету их, а на аренду очень мало, а если есть, то там ценник заоблачный. А здесь посудомоечная машина, это как мастхэв, то есть что-то такое совсем обычное. Это выходим мы во двор. Здесь можно чай пить, ходить купаться. Он нас явно преследует. Кто? Вот дед на лежаке. Почему преследует? Ну мы там ходим, он здесь. Мы туда пошли, он опять на нас смотрит. Здесь вышли, опять смотрит. Мне кажется, у тебя манья. Ну вот так. Так, ой, и тут, короче, смотрите, опять этот вид. Я говорю, что опять вид и опять вид. Да. Так, что там? Второй этаж. Да, покажу тебе второй этаж. Здесь только телевизора не хватает, большой плазмы, да, чтобы смотреть РЕН-ТВ или НТВ. И этот, Кандей. Ну может быть, кто-то первый канал смотрит. Может быть. Все возможно. Что же сразу, РЕН-ТВ. Так. Первая спадня детская. Почему детская? Потому что без балкона. Но с очень интересными такими окнами в потолке. Здесь можно поставить две кровати, например. Встроенные шкафы. Да, встроенные шкафы уже. Вот. Здесь, кстати, много тоже я где встречаю, вот эта штука выкатная. Да. То есть вот, если у вас двое детей, то можно сразу прям в удобное место такое. Да. И в этой комнате есть душевая. О, ну это здорово. Да, очень светлая, красивая. Пойдем в следующую. Самое важное, что все беленькое, не зелененькое. Да, но стены здесь немножко такие молочного цвета. Так, и следующая комната. Это уже комната для взрослых. Да, это для родителей. С волконом. Да, обратите внимание, тоже есть. А, пять туалет. Здесь, кстати, тоже есть окно, обогреватель. Водонагреватель, точнее. Так, матрас новый, кого-то ждет. Балкон. О, сосновый лес. Красота. Вот опять он только перевернулся. Игроспедит. Выходишь и любуешься. Великолепно. Вот это вот история. Класс. Да. То есть, по сути, здесь как такового участка, ну, нету, беззаборная такая история. Все общее. Ну, да, общий большой участок на 50 соток, 5000 квадратных метров, 8 вилочек пополам, это 16, получается, квартир. Вот. Ну, ты знаешь, это очень удобно с точки зрения расходов, да, то есть на содержание бассейна, тебе не нужно, как бы, полностью оплачивать за свой счет, да, то есть можно делить это на всех. Газон, да, вот эта вот история тоже, сад. При этом, вот, обрати внимание, да, 16 домов, не продано тут всего лишь, наверное, 2-3, 2-3 половинки всего, а людей, посмотри, практически нету, то есть, ну, да, там одна семья, вторая, третья сидит, все. Потому что мало такое бывает, что в раз все приезжают, то есть, как будто бы... А, слушай, а зона, барбекю? Вот здесь конкретно в Парадайсе они, ну, нет специально выделенной зоны, потому что у каждого теоретически есть своя лужайка, они просто выкатывают свой мангарчик. А, ну, то есть это здесь, ну, не запрещено? Нет, нет, конечно, совершенно не запрещено. Понял. А машина-место? Машина-место есть вот одно здесь, там парочка с той стороны, потом три места, вот, где мы припарковались, ну, и, в принципе, возле дороги можно тоже стоять. Ну, то есть, с парковкой нет. С парковкой тоже нет. Слушай, а я вот смотрю, смотри, вот у всех есть бочки, а здесь бочек нет на крыше. Я не знаю, но мы используем всегда проточные нагреватели, они гораздо выходят экономичнее и быстро нагреваются, потому что с бочками всегда история такая, то есть есть солнце, есть горячая вода, нет солнца, нет горячей воды. Соответственно, ну, как бы так себе удовольствие. Хотя, наверное, с точки зрения экономии они там через 10-10 лет оправдывают. Смотри, смотрите, маркизу выкатывает, видите? Здесь солнце просто надоело. Чик с маркизу вытащил, у тебя крыша. Прикольно. Если у вас есть желание пожить в Кемере, жить в Кемере, здесь, так сказать, корни пустить, либо приезжать просто отдыхать, то вот можно приобрести себе такую виллу. Пишите Диме, контакты его есть в описании, не забывайте говорить, что вы от нас. У нас промокод, как говорит Семенович в чемоданах, Дима обещал сделать скидку. Вот вы ему напишите, проверьте, а потом мне напишите. Вдруг он обманет. Вот. Ну и, конечно, классная вещь на самом деле. Но если у вас есть деньги на две виллы, можете закинуть мне на карту на одну виллу. Будем соседями. Как вам предложение? Мы доехали, доехали до центра Анталии. Все, сейчас самая важная задача и главная задача. Открой, пожалуйста, дверь, Артем. Берем документы. И все, и отправляемся доделывать оставшиеся документы. И через несколько дней у нас рандеву очередное. Ладно, пойдемте. Так, ну что, все. Полный пакет документов собран. Осталось только сделать фотки. И то нам она подсказала, говорит, вы заново не фотографируйтесь, не тратьтесь. Просто эти же PDF-фотки можно, оказывается, просто распечатать. Сейчас мы дойдем. А что мы не идем к машине-то? Давайте дойдем просто ножками. И все, пошлите, дойдем. Он такой крутой. Пойдемте здесь. Единственное, что немного это, перетрухали. Она говорит, ой, а маленькому-то, говорит, Мирошке я не взяла, говорит, рандеву. Я говорю, вот это печаль. А в итоге потом, когда звонила, узнавала, оказалось, что она просто не заметила 5-й PDF. Все-таки большая семья, за всеми не уследишь. Мы тогда подавались. Она была беременна на последних месяцах, а сейчас вот приехала уже селялька. Огромное спасибо, что вообще к нам приехала сейчас вместе с ребенком, да, чтобы все решить, все нам распечатать, все по папочкам разложить, по файликам. Это, конечно, дорогого стоит. Это скинул ему на WhatsApp, он уточнил, что на икомет, на икомет, на каждый икомет нужно по 4 фотки. Ну вот, собственно, печатать. Сейчас посмотрим по цене. Мы думали, получится немножко сэкономить деньжат, не получилось, так и отдали 500 лир, то есть, ну, 100 лир за каждого. Можно было перефоткаться, но тоже не стали мы перефоткаться, потому что дети сейчас не усидят, лишние крики, оры не нужны, поэтому скинули ему то, что есть. Вот так вот, все, теперь у нас точно полный пакет документов готов на рандеву. Вот так вот, можете нас поздравить, наконец-то. Мы давно не ели в Макдаке, дети ели на днях, когда у Мии был день рождения, им там соседи привозили, а вот мы нет, поэтому решили сейчас доехать до Макдональдса, Анталия, Мол, там вроде есть. Поедим и поедем в Аланию к Антохе, пара-парапа-пам. Смотрите, какой впереди едет Defender, у него крыша забитая вот такими туристическими, как они правильно, не чемоданами, а типа коробками, ящиками, что ли. Все в наклейках, где там был, это издание, люди. Маркиза слева, тент справа, прикольная техника вообще. Путешествие, не даже тревел. Да, это вот прям тревел-тревел вообще. Без кондиционера, у меня там просто видно, что стоит вентилятор огромный вот здесь вот на панели. Прикольно, ну-ка сейчас обгоним, посмотрим. Через пятьсот метров продолжайте держать воду. Вообще шутки. Молодые ребята, кстати. Да, молодые? Ну так вот, путешествуйте, ребята, путешествуйте. Приехали мы, припарковались, я даже и не знал, что оказывается с другой стороны есть тоже парковка. Мне кажется, отсюда гораздо ближе будет дойти до всяких фуд-кафешек. Пойдемте, парни. Пойдемте. Единственное, что у нас Мирошка в машине уснул, поэтому Настенка осталась с ним. Мы сейчас думали, там поедим, в торговике. В итоге нет, мы с собой все возьмем и поедем в Аланию. Раньше ходили в торговике, доходили, а сейчас настолько вот именно здесь по торговикам ценно ходить, потому что у нас там куча вообще уже ничего нет, брендов, да, а здесь вот они все есть. И это очень здорово, огромнейший торговый центр на самом деле. Поехали, пацаны. Вот, кстати, кто здесь будет, еще рекомендуем вот это вот заведение, называется Пидем. Сетевое у них, ну, вот, да, сейчас покажу, смотрите. Пидешка 59 лир и плюс напиток. Вот, например, видите, Пиде 49 лир плюс кола. Ну, то есть вообще варегут цена. Ну, а мы пойдем в Макдональдс. Ха-ха-ха. Выбирали-выбирали еду, в итоге дети увидели аттракционы и все, я убежаю. Слышите, Макдак, короче, стал, как я не знаю, золотой. Ну, типа, знаете, бургер, бургер просто стоит, как он, чизбургер стоит 100 лир. То есть это 400 рублей. Гамбургер тоже сотку, представляете? Жесткач, короче, не знаю. Вон с насенкой списываюсь. Речально, что здесь они вообще не разговаривают по-английски. Это такой прям минус, и мы не совсем понимаем меню. Но смысл в том, что мы заказали детские наборы, Родик попросил. Ему, короче, она дает вот эту штуку. Я говорю, это, типа, презент, она, типа, я не понимаю. Я говорю, ладно, типа, окей. И самое интересное, что будет, если сейчас ему не дадут еду, а вот это вот будет его обед. Вот будет прикольно. Что? Зато тебе будете. Смотрите нам, сколько дали. Два мешка просто еды. 440 с чем-то лир вообще вышло. Но на самом деле, да, Мак стал и бургер, Кинг вообще ни разу не бюджетной историей. Грустно, но ладно. Зато вон, вроде как, теперь есть игрушка, но тут прям три игрушки, получается, в наборе, значит, каждому будет по игрушке. Атемке тоже сказал, бери детский набор. Артем, нет, нет, взял другой. Потому что, пап, я этим бургером не наемся, маленький. Там такой же маленький бургер, это тебе по секрету, Артем. Папа, да не по секрету, я уже не маленький. Как приятно вспомнить, каково это есть в машине, да? Да. Ну, у нас Мирошка проснулся. Да, мне тоже так проснулся. А, кстати, да, сейчас самое время написать комментарий, какие мы родители плохие и кормим детей фастфудом. Ну-ка, ешь бургер быстро. Быстро пей газировку. Мироша, быстро ешь соус, кичунес ешь. Бегом, макай сюда картошку фри. Бегом, вот. Быстро колу пей. Красава. Давай, бегом, молодец. Вот так вот. Кто хочет быть нашим ребенком, пишите в комментариях. Бегом. Поели, красота. Теперь выдвигаемся в Апсалар. Ехать нам аж целых полтора часа, представляете, 104 километра. Но ради встреч с нашими любимыми друзьями не существует никаких расстояний и никаких границ. Так что в путь. Дорога от Анталии до Олани, она такая, знаете, очень монотонная. И на самом деле, если ехать, ну, откуда-то, например, там, запада вдоль берега до какого-то Мерсина, например, эта дорога класс. Потому что ты можешь какой-то вот промежуток в 100-130 километров получается отдохнуть. Просто дорога прямо идет. И все, ты просто едешь, прям на круиз-контроль машину ставишь. И красота. Вот. А в той части уже серпантины из-за Алании, когда выезжаешь, там, за Казипаша, тоже начинаются серпантины, серпантины, серпантины. А здесь вот просто, видите, дорога, дорога, деревья. Гора очень далеко. Такая. Ну, как я не знаю, у нас вот по М4 по платнику шагаешь. Ну, примерно то же самое. Мы заезжаем в Манавгат. Манавгат для нас город такой, знаете, особенный. Во-первых, мы там стояли ванлафом. Много здесь была целая русскоязычная такая локация, огромная комьюнити нашинских ванлайферов. Мы там достаточно долго простояли. Потом еще заезжали в гости к друзьям туда, пили чайочек на закате. Пока там стояли, много раз мы ездили в торговый центр этот Манавгат. Ну, короче, для нас это прям особенный такой городок, да, Новомолы, ссылки подсказывает. Правильно. Вот в этот вот торговый центр мы постоянно ездили. Здесь также есть Starbucks, в котором мы ловили постоянно Wi-Fi. Ну, если кому-то нужно, вот, пожалуйста. Торговый центр классный, большой вообще, шикарный. И все, в принципе, есть. Сегодня очень сильный ветер. Посмотрите, как море штормит. Даже не тонну. Жень, не могу, я не достал на забор. Видали? Блин, короче, не получается показать. Ладно, я думаю, сейчас приедем, в Солари тоже будет солидный такой штормик. Сейчас проезжали наше любимое место, где мы несколько раз приезжали, закат встречали. Там-то классно, столики, пляж шикарный, вообще пустой. Вот, а без ночевать можно. И вот как только заезжаешь за Манавгат, начинается отельная линия. Вот просто сплошные отели, 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 отели. Ни к одному берегу не подойдешь, не подъедешь. Это вот, эту часть я вообще особенно люблю, в кавычках, в Турции. А вот за Аланию и за Манавгат самый вот прям топчик. Чувствую, мы сейчас с Антохой пойдем купаться, купаться. Ну вот мы его в Солари, центральная ратуша. Вот здесь вот сейчас по кругу прокатимся. Ну ты хоть бы поворотник бы включил, а? А зачем? Я не ненужен. Да, здесь поворотники не включают. Часто. Догадайся, мол, сам, куда нужно ехать. Опа, и вот сюда. О, купальники какие-то планы. Вот есть люди, которые нам пишут, что, мол, зачем это детям, дети все равно ничего не помнят. И вот, вот, значит, вот рынок этот, он помнит где рынок. Так, и мы сейчас едем по улице, и вот, и Родион вообще говорит, что, что ты сказал, Родион? Мы здесь Новый год отмечали. Дорога где, рынок сюда был. Привези их в Сочи, они там. Конечно. Вот, где мы жили, я уже, я в Ману. Вот комплекс, где мы жили, в Соларе. А вот тут живут сейчас как раз ребята, где-то в этом комплексе. Сейчас им будем звонить. Ребята, если этим летом, либо прямо сейчас уже в мае вы собираетесь отдохнуть на нашем юге, отправиться в Крым, отправиться в Анапу, отправиться в Еленджик, отправиться в Сочи, в Абхазию, либо, например, поехать в Дагестан, то я, конечно, вам рекомендую приобрести наши авторские гайды как раз по вот этим всем местам. Там есть куча туристических локаций, есть нетуристических куча локаций, лайфхаки и советы, рестораны, которые мы сами лично проверили. Также есть столовые, какие-то различные кафешки, стоянки, кемпинги, где набирать воду, если вы поедете дикарьком, как любимые. В общем, там огромное количество информации. И самое важное, это наш опыт. И есть маршруты. Цена наших гайдов всего лишь 490 рублей. А если, например, вы приобретете Анапу, Еленджик и Сочи, то попадаете под акцию 3 гайда по цене 2. Не упускайте свою возможность, приобретайте, изучайте и путешествуйте. Слушайте, знаете, что я хочу сказать? Я никогда так не уставал в наших машинах, как я устал в этой машине. Реально. Вот прям сидушки неудобные. Чисто такая, знаете, машина передвигаться на районе, но не на далекие расстояния. Но все равно спасибо ей, что она у нас есть. Ладно, сейчас, надеюсь, Антоха выйдет. Антоха, соси! Где-то, короче, тут они обитают, судя по фотке, которую он мне скинул. Эти, кстати, комплексы относятся тоже к нашему комплексу. Ну, такая большая-большая, короче, сеть комплексов. Вот у них здесь прикольно. Есть подземный паркинг, что классно, да, что машинки в теньке стоят, теннисный корт, футбольная площадка. У них здесь есть аквапарк. Ну, хотя, кстати, у нас тоже был аквапарк. Но мы и не купались, потому что была так на зима. Но можно было, можно было. Тунеядцы! Тунеядцы! Конец, это видео, видео, здравствуйте! Мы не снимаем уже давно свои, хотя бы ваших побыть. Просто куда смотреть? Ты что, вместе с забором отъезжаешь, что ли? Мирова, мирова. Всех ждем, приглашаем. Скорее заезжайте, а то охранник вас не пустит. Привет! Спасибо, спасибо. Вот это ценно. Привет! Привет! Как ты? Роджин, там закрыта машина. А что, вы не хочешь заехать? Ты стоишь здесь, зачем? А зачем пустит? Да вот здесь где-нибудь поставишь. Да зачем? Там что-нибудь? Конечно. Где Юля? Ну, рассказывай. Где ты был? Мы столько не видели. Где ты побывал? Мы изучали Азию. Азию какую? Это вот эту... Центральную. А, центральную. Говорил среднюю. Ага. Потом... Потом понял, что это не средняя? Что она... Потом я так и не понял, почему центральная и средняя, чем они вообще отличаются. Вот она! Ты что, соскучился, что ли? Я соскучился, мы вообще соскучились. Гоу-про, да, у тебя? Гоу-про у меня. Десятый. Я такого не видел уже давно. Я чумошник, понимаешь? Не то, что ты. А мы сейчас на своем канале разыграем десятую GoPro прошлое. Я это все запихаю. У меня Совка рекламирует свой канал, я тоже запихиваю. Она не оплачивает. Ну, правильно. Поэтому я просто это вырежу, я не буду. Понятно. Ну, что, у нас тут это хорошо. Давай, ром-тур. Ром-тур, где живете? В бассейн. Горки, кстати, есть. Ребята, вы... А, то есть мы сейчас купаться идем? На горки идете? Мы сейчас вообще на море пойдем. Все, пошли. Там стоит такой шторм лютый. Наконец-то встретились. Сколько мы не виделись? А вон она, Юля. О, мерама! Так, сколько мы не виделись? Мы не виделись ровно 4 месяца. Ровно 4? Минут сколько? Минут? 4 месяца ровно? Минут сколько? Ровно. Притык. А, то есть мы... И за это время накопилась информация. Какая? Важная. Еще не придумана какая-то. Мы с камерами, ничего страшного? Вы не против? Юля, тут все видно. Домой нельзя с камеры? У тебя раздувает, раздувает. Ну что же, я вынужден показать хорому мажоров, вот этих вот, которые по Азии катаются, вот эти вот автодома арендует, вот эти вот. Мажоры живут в Казахстане. Вот там реально, там просто что... Тебя выгнали оттуда? Ты не подходил по деньгам? У нас деньги кончились. А, все понятно. Забыл-то. Я просто пробил дырели. У нас, у нас слышит... Ээээ... У нас сегодня шум в подъезде. Юля говорит, что, уже приехали, что там? Бум-бум-бум-бум что-то. Ой, он улыбается, и глазенки такие... Ой, чё, чё можно разбивать? Всё, всё бей. Хлажно разбивать, да? Ничего себе, поля. А шашлык-то где? На балконе. Пацаны, пошлите. Бейте всё на свой бюджет. Вот так вот, раньше он был нормальный, говорит, бейте, я заплачу. А сейчас вот все деньги оставил в Казахстане. Эх ты! Ну нифига себе. Подожди, стоп. Подожди, ну ты видишь? Сейчас, сейчас, вот видите, стол, стол, тут должен быть всё оформлено, всё. Всё вокруг славяна же грязно-то, не к хозяйке претензии. И к хозяйке тоже. Это я замажу чёрным, чёрным экраном, знаешь, так? Себя килограмм. Да. В общем, Антоха накосячил в Новый год и не подарил нам вот такую коробочку. Всем подарил, а нам не подарил. Почему так случилось? Кто-то чай везёт в Шри-Ланке ещё до сих пор. А я его, кстати, забыл. Мы сюда едем. Знасёнка говорит, а где чай? А я вот не забыл белую коробочку. Ты забыл вообще? Я сам за неё сейчас спросил. Ну, зато она лежала и ждала. Мы сейчас вместе с вами посмотрим, что это такое. А то сейчас смотрите и думаете, что ты нам рассказываешь? Камер. Смотрите, барабанная дробь. Кружка опять. Пэрэм, пэрэм, пэрэм. Нет, это не просто кружка. Это кружка. Кемпер Тревел. Ссылка в описании. Нет, ссылки не будет. Я кемпер Тревел тоже запекаю. Если вы хотите выиграть такую же кружку, приходите к ребятам на стримы. У меня уже нет таких подарков. Нет, уже разобрали. Смотрите. Вот так вот. И как только мы сделаем свои кружки, я эту кружку вот так отдам. На, держи. Ты хотел, держи. Всё, пока. Заново выйди и заново начнешь. Когда вы сделаете свои кружки, у нас уже будет полный комплект мерджа. О, смотрите, как классно. Здорово. Это сиська? Да. У нас теперь есть ручки. А где эта штука? У меня тоже ручки есть. Левая. Тоже там. Вот эта штучка? Да, вот эта. Вы что, даже такое брендировано? Конечно. Вот так вот в Казахстан съездили. Какая штука, я не понимаю. В смысле, ну он же показал. Сумка. Ванной. Ванной. Да, это на ванной точно лежит. Где же её ещё лежать? Сейчас выпрысил свет. О, ну нифига себе, это же в магазин ходить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нет, эту кружку ещё в руке держи. Подожди, стой. Трусы сейчас пыхаешь. Трусы есть? Чтобы у тебя автодом поднимался. Есть? Нет. На домкрате такого поднялся твой автодом. Чего ты что-то ослалил? Нормальные шутки. Согласны? Ну ты где? Вот, теперь полный комплект. Нет, за ухо её поставь, за ухо. Не, на ту сторону, мы же снимаем твою рекламу. У тебя не будет видно, ты же пройдёшься. Чего ты отвалится? Вот это. Ну вот, ручку-то за это ухо поставь. Ну ты что, никогда в рекламах не снимался, что я не пойму? Вот. Заново. Давай. Сосредоточились. Погнали. Дубль 7, кадр 1. Блин, вот это мужичок. Ты же Антоха, этот Кемпер Тревел, да? Вообще красава. Да. Вот это. Ты что, воздух пьёшь? Вот это да. Я надежда, я надежда, Саня научили. Так, и подписать? Подписать? Да. Не надо нам подписывать. Я сам подпишу. Ну я в неё уже подписал. А, ты же подписал? Блин, а я в унитаз сходил, надо было в кружку, что ли? Да. Мы идём на море. Подожди, не снимай шум. Снимай. Отлично. Мы идём на море, там как раз шторм, самое то купаться. Будем вместе с Антохой плавать, дети, не знаю, посмотрим. И пока идём, обсуждаем. Да, да, да. Маршрут, куда пойдём с палатками по Ликиской тропе. Да, Мироша, да. Вот, ты тоже пойдёшь с нами, правильно? Надеемся, что Слава вытянет 5 дней с рюкзаком и с 3-мя детьми. Вытянем, вытянем, пойдём толпой. Самое интересное, в походах, когда ты начинаешь, взваливаешь рюкзак 25 килограмм. Сейчас в жизни-то вообще с магазина идёшь с этими баклажками, уже там устаёшь. А там его взваливаешь, идёшь первые 5 километров, думаешь, всё, помру. А потом уже бах, и седьмой день. И ты прошёл 100 километров. Я-то раньше ходил, в отличие от Славяна. Так что, я каждый день хожу. Так что, если у нас всё получится, мы в июне, да, в начале июня идём. Ну, а если у нас не получится, мы обязательно отправим Антоху с камерой. Да. Правильно? Правильно. Я там делаю всю фотографию, будешь со мной ходить, как будто я и в реальном. Нет, надо это, надо всем идти, потому что это интересная тема. Такое нельзя упускать. И за аренду жилья не надо платить. Да. Главная новость. Мыться можно в кемпингах, там кемпинг много. Да, кстати, по всей тропе. И воду там пополнять. То есть, это я уже изучил. Вот. Так что, классная тема, нужно обязательно. Всем советуем. Вот мы сейчас пройдём, проверим, где арендовать этот, надо узнать, где арендовать всё оборудование. Вон, далее. Рюкзаки, всё это есть по-любому здесь. Да, да, да. И всё вам, славян всё расскажет, покажет, ссылки все оставит. Всё будет как надо. Да. Я прям уверен, что он всё пишет как надо. Да. Именно так и сделаем. Всё. Спустя столько времени мы вернулись на тот пляж, на котором всегда и купались, пока жили во в Саларе. 1.31, да, мы с тобой закрывали здесь. А первого открывали. А первого открывали, да, именно на этом пляже. Посмотрите, как здесь сейчас море сегодня, просто шторм. Да мы пойдём. Да, но сегодня ветер. За 100 литров. 150. У тебя трое по 150 пойдут. Так и зарабатываем. Да. Спрашивайте, как мы зарабатываем. Вот. Так и зарабатываем. А где нет? Слушайте, ну шикарно. Правда, Анкоха забыл карточку своего комплекса, поэтому мы без лежаков остались. Пойдём проверим. Пошли. Пошли. Пойду, пойду. Слушайте, ну очень клёво. Волны шикарные, но опасные. Но мы-то идём, хватаем доску и сёрфим. Дай. Блин, я обожаю такую штуку. Здесь можно сёрфить, ребята. Класс. Прям как на Шри-Ланке, слушай. Спокойный денёк. Вот, я же говорю, сёрф здесь. Можно взять что-нибудь в аренду. Ой, какое прохладное. Давай, Мироша, пойдём. Я с камеры пойду. Я с камеры хожу всегда. Карман застёгивается? Нет, конечно. Такого кармана-то, вон, маленький. Я немножко подсниму и пойдём. Ну как мы... А вдруг отбойное течение? Она будет снимать, чё там? Я говорю, ни в коем случае. Отбойное течение может быть только в Калининграде. Почему нет? Ты что? Смотри, как тянет. А давай расскажем людям, что делать, когда отбойное течение. Давай. Нужно... Нырять как можно глубже. Ну, нырять не обязательно. В бок плыть. В бок обязательно. Расслабиться, расслабиться. Не нужно пытаться ни назаду плыть, ни вперёд. Чисто по линии пляжа плыть. Параллельно пляжам. Да, 20 метров и вы выплывете. А так реально в Калининграде очень много людей умирает от этого. И вонапи так же. Притом даже спортсменов, но я правда не знаю, почему они не знают пловцы этого всего. А так всегда сапожник без сапог, знаешь. У меня нет рукоятки. И здесь самое главное ещё вас не потерять, как говорится. Последний раз купались мы с тобой в январе. Ой, Антоха! Ёб! Да! Ой-ёй! Ой! Берегись! Нифига, ему смыло куда-то Давай Давай Вот это сносит Мы зашли вот тут, а Антоха вон где Ну радует одно, что море уже теплое очень Ой-ой-ой Смотри, чё? Это очень круто И конечно же И конечно ни в коем случае не рекомендую Повторять опасно Ой, смотрите чё идёт А она метра три Смотри Ой-ой-ой Смотри чё, смотри Вай-вай Смотри Вот это да У меня на сколько? У меня на сколько? сейчас мы покажем как мы купаемся после душа после душа тренировка ванлафа тренируемся чтобы готовим себя уже к сезону ванлаф как заберем машину до мирошка ты когда последний раз так мылся папа я вообще не мылся два месяца до церкви до закрыв шланг засосет идем уже домой накупались на плескались хочу вам показать как здесь выращивают клубнику потому что когда мы здесь жили эти теплицы были полностью пустые вот они огромные-огромные-огромные если подойти сюда посмотреть вот видите огромное количество клубники скос сколько рядов там вообще вообще не лет комплексы до через 10 лет комплексы хоть это значит это поле давно не забирают лишь там уже кто-то все застроено вот так вот растет здесь клубничка я уже думал мы все домой поедем в итоге нет антоха прям просит останется со мной на ночевку давно со мной не ночевал камеру брать как они просили ваши апартаменты пожалуйста там говорит плесень пошла женя не смотри это не про вашу квартиру это не очень про машину о там наверно уже пауки там уже там да там возможно но ничего ничего скоро мы заберем свои дома до поедем это я спас так видео чтобы не вырезал сказав что в машине плесень в квартире плесень вырезай все вышли на балкон там дети залипли что-то посмотреть мы короче мешаем нас дети выгнали из квартиры но пользуясь случаем хочу вам показать смотрите здесь оказывание в комплексе есть второй бассейн то есть первый бассейн это аквапарк и кстати классная концепция чтобы знаете есть ты лежишь через загораешь чтобы не было этих вот конечно прикольно теннисный корт нет я говорю здесь с там с горками а здесь без горок вот чтобы не мешали друг другу а мы получается смотрите жили вот в этом комплексе вон он корт где мы сантоха играли и вон если присмотреться между вот этими вот домами ну вот виден прям наш балкон пятый этаж красота морюшка ты кто мужик хозяин замажем в общем нам ребята за сегодня очень серьезно надоели антон говорит пожалуйста останьтесь у нас но я человек принципиальный помните январе когда юля улетала они софийки были у нас мы сколько раз горели оставайтесь они нет нет и они не оставались уходили к себе в автодом все все поэтому мы тоже едем домой и ты тоже давай петухами рожка ноутбук забирай все ребятки буду с вами прощаться до нового выпуска лайкосик комментарии так это что завершение что решение скажи от себя пора ставить нужно лайки и главное нажать колокольчик колокольчик это чтобы всегда приходили вам уведомление а если кто-то хочет отписаться если кто-то хочет если кто-то хочет отписаться то пожалуйста отписывайтесь всем пока все по домам пока нет ну так вот мы возвращаемся домой просто жесть короче у нас еще и боковой порез и однозначно нужна резина короче жопа какая-то и время один с ночи это кто езжай отсюда короче ждем мы когда к нам приедет выездной шина монтаж надеюсь приедет сказал хозяин машины сказал 20 минут и будет у тебя привезет новую резину говорит 700 лир будет стоить ну посмотрим блин конечно прикол в рублях но около 3000 около 3000 будет нам время уже 11 вечера мы короче здесь в носу ковыряем надо было оставаться у ребятам и вот не остались да ну ладно все что делается все к лучшему сто процентов как мы никуда не улетели я не знаю вот оно колесо и вот он боковой порез красота да уж колесо ты все нормально все на мусорку его такие дела надеюсь приедет сейчас поменяет нам поставят новую резину и поедем дальше и самое что интересное насоса нету машина маленькая запаски нету естественно там карата нету это конечно и отдельный прикол нам приехал шиномонтаж проблем дай мамин телефон дай вот так вот блин вообще крутая штука шиномонтаж приехал кстати он гораздо быстрее минут за 10 наверное впервые в жизни пользуюсь вообще выездным шиномонтажом и кто бы мог подумать что это происходит вообще в другой стране ночью с детьми на арендованной тачке это вообще прикол старые там ставят новое все едем теперь домой надеюсь больше колесо не лопнет вообще шустрый парень причем шиномонтажник спокойно говорит по-русски еще молодец просто такой шустрый тук 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 и все поменял мы поставили новую резину единственное что то было пиреле а он поставил мишлен другого протектора ну ладно ничего страшного какая свежая бодрая резина ну короче такое вот бывает но теперь точно спокойной ночи хотя не точно сейчас до дома доедем и скажу точно или не точно мы дома это было невероятное приключение на самом деле кто досмотрел до конца тому повезло особенно тем людям которые нас ненавидят вот у них был повод за нас порадоваться что у нас что-то произошло такое для них прикольное не для нас на самом деле тоже прикольное мы особо не паримся по этому поводу приключение все таки оно есть приключение зато теперь есть контакт вы из нового шиномонтажа вот так вот фух все ребятки вот теперь точно все завершаем этот выпуск он был крутой ты реально крутой ой я не могу все до нового выпуска пока